всем привет дорогие друзья в одном из недавних наших видео я обещал что-нибудь бахнуть ну так чтобы стоящий бабах получился обещание нужно выполнять поэтому сегодня этим и займемся как понятно из названия ролика сегодня мы приступим к аннигиляции монитора при помощи петард да и сразу добавлю что если кого-то предшествующее сегодняшним событием история не интересует кто хочет сразу приступить к просмотру попытки расщепления данного девайса на атомы в описании к ролику есть тайм-коды переходите сразу на монитор против мощной петарды а мы начинаем и так казалось бы чем таким провинился сей электронный прибор что был избран стать главным героем нашего ролика тут на самом деле все просто перестал работать причем в самый неподходящий момент хотя наверное любой момент поломки техники может с успехом быть признан неподходящим так вот поломался он и я его начал чинить ну как чинить почитал инет лампы проверил матрицу конденсаторы поменял напряжение померил самые типовые болячки в общем проверил железяка не заработала так он у меня почти год простоял и стало понятно что ремонтировать я его не буду думаю пусть хотя бы уйдет красиво все-таки долго работал почти не глючил и решил я ему прикупить какую-нибудь особенную петарду и вот тут как раз мне не повезло заказал в инете два раза по пятьсот небольших петард разнесут думаю монитор в щепке и когда пришла посылка я понял что просто настало время грусти и печали петарды были настолько мелкие что их в одной руке можно было держать причем сразу тысячу но все равно подумал не буду отходить от первоначального плана бахну эту тысячу петард возле монитора он конечно вряд ли это займите настолько они мелкие но возьму пару петард помощнее на всякий случай решил я их даже не доставать из пачек тут в каждом свертке 10 лент по 50 петард надеюсь что больше их часть сработает и они хотя бы ну что-нибудь похожее на бах изобразят поджигаем смотрим а А петарды то неплохи, хоть и мелкие как блохи. Монитор конечно не пострадал, да и сработало наверное меньше петард, нежели тысяча заявленных, но как это было эффектно. Камерой конечно передать сложно, но бахнуло зачетно, ничего не скажешь. Но мы в любом случае решили продолжить и я примотал скотчем к монитору петарду дамбом 2G+, или мега пиратку как ее по другому называют. Петарда мелкая, но очень дерзкая. Давайте сначала посмотрим на что она способна. Помнится еще летом было на канале два видео, в которых мы пытались порвать консервные банки при помощи петард. Банки тогда победили. К4 и К8, которые мы использовали для съемок, оказались слабее. Но мы обещали тогда как-нибудь порвать все-таки эти банки, и в этом видео просто для демонстрации возможностей пираток попробовали это сделать. Жестянки, по совету наших зрителей, мы решили чем-нибудь заполнить. Выбор пал на обычный песок. И сперва, опять-таки для сравнения, бахнули К4. Так чисто, чтобы узнать, поможет ли ей песок. Песок, видим, не помог, К4 вообще какая-то слабенькая стала. А теперь в той же самой банке мега пиратка. Комментарии тут излишни, пиратка реально просто порвала банку. Ну и уже чисто на всякий случай еще одна пиратка была помещена в большую банку, вот такую. Пусть не так эффектно как первая, но банка тоже порвана. И это просто к тому, что петарда не слабая на самом деле. А теперь давайте посмотрим, что произошло с монитором. А монитор опять выстоял. След, конечно, серьезный на нем, но девайс практически цел. Казалось бы, эксперимент наш по аннигиляции монитора зашел в тупик, но совершенно случайно на днях мой товарищ разбирал старый хлам у себя на даче и нашел древнюю петарду. Синюю такую, она уже там несколько лет у него валялась, их еще Корсар 12 называли. В общем, решили посмотреть, не испортилась ли она и сможет ли справиться с непоколебимым девайсом. Хороший такой пинок под зад монитору получился. Петарда оказалась сильнее. Вот она, где сила, брат, сила в Корсаре 12. Ну правда красиво шарахнула. В общем, как-то так, на днях постараюсь еще что-нибудь красиво бахнуть. А на сегодня у меня все, ставьте лайки, если видео понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok